Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Развитие мышления в Восточной Армении. У девяти изолированных граждан Арцаха нет симптомов коронавируса. Недостроенный участок дороги Кортикам-Бавра в Джаваке будет отремонтирован. В Армении подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Турция продолжает укрепляться в Идлибе. Статуя эпохи хеттов была конфискована в Харберте. Центр камерной музыки в День Святого Воскресения онлайн представит Берлинскую Литургию Кумитаса. Уважаемые соотечественники, близится 24 апреля День памяти жертв геноцида армян. Граждане Республики Армении, весь армянский народ отметит 105 годовщину геноцида армян. Вместе с армянами эту годовщину отметят также друзья армянского народа во всех уголках мира. Уже давно геноцид армян вошел за пределы этнической памяти, перестав быть сугубо армянской трагедией. Это общечеловеческая трагедия одной из самых страшных злодеяний, осуществленных против человечества. Вопрос международного признания и осуждения этого злодеяния, а также ликвидации его последствий, находится в сфере борьбы за справедливость. После преступления, осуществленного против человечества и цивилизации в 1915 по 1923 годы прошел уже целый век, однако его последствия до сих пор дают о себе знать. Армянский народ помнит своих предков, ставших жертвами геноцида, помнит героев самообороны, помнит тех, кто встал на защиту своего права на жизнь, тех, кто пережил геноцид и заложил основу не только диаспоры, но и почти половину сегодняшнего населения Республики Армения. Поэтому мы и впредь должны по достоинству оценивать проявление нравственного и благородного поведения, а также с уважением и гордостью помнить и жертв, и сопротивлявшихся, и переживших геноцид. Независимо от того, какой будет ситуация в Республике к 24 апреля, с точки зрения эпидемии, сохранится ли ограничение свободного передвижения граждан с целью обеспечения их безопасности и сохранения здоровья, призываем вспомнить и отдать дань уважения жертвам, сопротивлявшимся и пережившим геноцид против армян, используя возможности интернета. С этой целью Национальный центр памяти обращается к гражданам Армении, ко всем соотечественникам, друзьям армянского народа с призывом 24 апреля фотографии профилей своих аккаунтов в Фейсбуке заменить фотографиями своих родных жертв или переживших геноцид в памятной рамке, созданные специально для этой цели. При отсутствии фотографий можете поделиться их именами и фамилиями, а также небольшой историей о них. Если нет родных, переживших геноцид или жертв, тогда можете поместить фотографии представителей западноармянской интеллигенции, общественно-политических деятелей, федаинов, рядовых солдат и военачальников, ставших жертвами геноцида. Поместите фотографии сокровищ западноармянского культурного наследия. Поделитесь доступными вам изображениями Западной Армении с надписью «Я помню». Полная статья доступна на нашем сайте. Министерство здравоохранения Республики Арсах сообщает, что в состоянии здоровья одного из пяти граждан, зараженных новым коронавирусом, жители Карвачара, оценивается средней тяжести, поскольку у него сопутствующие заболевания. Здоровье остальных оценивается как удовлетворенное. Девять изолированных граждан не имеют симптомов новой коронавирусной инфекции. Сфера контакта зараженного гражданина Карвачара была уточнена. После четвертой попытки, в конце концов, тендер на асфальтирование 535-метрового участка дороги Бавра-Картикам состоялся. Дорогу Бавра-Картикам асфальтировали в прошлом 2019 году. Работа осуществила ООО «Арали». Проект реабилитации предусматривал асфальтирование более 2500 метров, однако асфальтировали 2000 метров. Жители села Картикам были недовольны тем, что асфальт не проложили до ритуального дома села. В этом году муниципалитет выделил средства для асфальтирования оставшегося участка, который составляет 535 метров в размере 434 630 лари. Четыре раза в этом году тендер на асфальтирование 535-метрового участка не состоялся, так как не было участников. У Армении по положению на 11 часов утра 11 апреля зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом новости Армении Ньюс.ИМ сообщили в Национальном центре по контролю и перфилактике заболеваний. В общей сложности на 11 апреля в стране зарегистрировано 977 инфицированных коронавирусом. Отрицательные результаты зафиксированы при проведении 6484 тестов. Фактически сейчас лечатся 680 лиц. Выздоровели 173 человека. Скончались 13 пациентов. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, СОХОР, базирующегося в Лондоне, общее число военных позиций турков в Идлибе, к настоящему времени возросло до 57. В 2017 году Анкара уже установила 12 наблюдательных пунктов, однако сейчас количество турецких военных раз в регионе гораздо выше. По некоторым данным, вопреки договоренностям с Москвой, джихадисты, в том числе и с группировки Хаят-Тахри-Аш-Ш, используют турецкие пункты как убежище. Сообщается, что со 2 февраля до сегодняшнего дня еще 5745 турецких солдат были переброшены в Идлиб. Это означает, что в настоящее время в регионе находится в общей сложности 29 тысяч турецких военнослужащих. Кроме того, в течение двух месяцев в регион из Турции было завезено более 5000 бронетранспортеров, танков и гаубиц. С момента заключения соглашения прошло более месяца, но Анкара до сих пор не выполняет заключение с Российской Федерацией соглашения. Вместо этого турецкая страна использует отвлеченность мировой сообщности на борьбу с коронавирусом для укрепления своих позиций в сирийской арабской армии. Согласно полученной информации, специальный отряд полиции провел расследование по факту контрабанда исторических артефактов в Харберте. В результате была получена информация о подозреваемых, которых искали покупателя для продажи антикварного предмета. Полиция действовала как покупатели, встречались с подозреваемыми и арестовала преступников во время преступления. Национальный центр камерной музыки в день Святого Воскресения на своей официальной странице в Facebook представит отрывки из берлинской литургии Комитаса в исполнении Ереванского госкамерного хора. Дирижировать будет художественный руководитель и дирижер хора Арутюн Топикян. Как передает Армен Пресс, онлайн-трансляцию можно будет посмотреть 12 апреля в 20.30. Все началось, когда в 1896 году Комитас получил от Александра Монтощана стипендию на обучение в Берлине. Он учился на отделении философии университета Фридриха Вильгельма, ныне университет Гумбольта, и в частной консерватории Рихарда Шмидта. На третьем курсе консерватории он написал известную берлинскую литургию. Литургия – одна из лучших работ Комитаса раннего периода. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Востангамойд в Арт-и-Ерк. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok